Зенитная пушка Беломорской военной базы. Итоги проверки показали. Пушка действительно фонила. Но по словам чиновников администрации Архангельска, сейчас она полностью безопасна. Демонтаж произвели одного блока, который фонил. Заодно проверили еще, сняли блоки, которые идентичны, стоят вообще на эти редуктора поворотные. Они тоже оказали фон, поэтому было принято решение сразу четыре элемента снять и вывести на Беломорскую базу для демонтажа всех внутренних и дезактивации. Главный вопрос, который стоит сегодня перед чиновниками, стоит ли возвращать зенитку на старое место. Но прежде решили спросить мнение горожан. Вернуть назад, исправить неисправности все. Чтобы дети знали, что у нас есть в городе такие памятники, достопримечательности. Все-таки для туристов как бы хорошо. Если она не будет угрожать нашему здоровью, почему бы нет, не вернуть мне место. Если ее дезинфицируют, провести, то почему не вернуть? Немножко символизирует парк победы и пушка. Ну и молодежи, ребятишкам особенно это интересно. Поэтому я считаю, что ее можно вернуть. Как поступить с зениткой активно обсуждают и в соцсетях. Люди предлагают самые разные варианты. Для организации нормальной экспозиции необходимо выбрать более большую площадку. Когда в этот сквер запихнули зенитку, она выглядела в ней как слон в посудной лавке. Давно речь ведем о создании отдельного музея вооружений под открытым небом, где желающие могли бы пощупать экспонаты и не тесниться на маленьком пространстве. Считаю, что пушка не нужна. Она символ агрессивности в том виде и на том месте, где есть. Память можно сохранять другими видами артефактов. Не надо ее вести обратно в сквер. Для ознаменования мирной жизни сделайте красивый деревянный арт-объект. Благо, область сидит на дереве. Конечно, любое предложение имеет право на жизнь. Но если вы хотите, чтобы и ваше мнение было учтено, зайдите на сайт администрации Архангельска. Сейчас там открыт специальный опрос. Пока тех, кто желает видеть пушку на прежнем месте, больше, чем противников. Голосование продлится до 24 июля, но в случае необходимости будет продлено. Артемий Заварзин, Вадим Федосеев, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин